Субтитры делал DimaTorzok Только тогда начнутся Best of 3 серии уже со стадии плей-офф Ну а у нас играют команды из разных частей турнирной таблицы T1 идут на четвертой строчке в данный момент GeekFam идут на восьмой И сейчас GeekFam имеет столько же очков, сколько и команда Android Их плюс в том, что они сыграли гораздо меньше Ну и соответственно им нужны очки для того, чтобы подниматься в турнирной таблице Там настолько все близко друг к другу Кроме вот TNC и Fnatic все команды так близко друг к другу Что один матч какой-то может повлиять полностью на расклад сил Там GeekFam прямо сейчас в случае победы 2-0 взлетают просто вверх И занимают сразу же третье место, представляете? Так что будут стараться, я уверен T1 должны стараться, потому что они в случае победы 3-0 Они на третье место прям с запасом вылетают И влетают вернее И там уже тоже комфортно себя чувствуют до конца турнира Все-таки у T1 осталось только 2 матча И последний против команды TNC Сами понимаете, насколько соперники сложны И сейчас одержать победу 2-0, чтобы уже не сильно переживать за результат встречи с TNC Было бы идеальным раскладом для них GeekFam, естественно, с этим не согласны Но будем смотреть Комментирую для вас Морталис Давайте дождемся последние пики Уже есть спектра, дисраптор, Эмберспирит и Квин оф Пейн У GeekFam, у T1 появились Oracle, Эрспирит, Марс и Мирана И того Кого не хватает Но сверху кажется, что не хватает Ага, кого сверху не хватает Так-так-так У нас там много саппортов понабирали T1 Соответственно, вероятнее всего, именно Мирана Сместится с саппорт позиции куда-то в другое место Она может пойти в мид против Кваппы Или Эмбера Она может пойти в легкую в качестве мейнкерри Но там ноль шансов против спектры Она может пойти в оффлейн Тогда нужно двигать Марса в центр А если он будет стоять с Кваппой Вернее, против Кваппы То это выглядит уже не очень круто Снизу как-то все попроще Там кажется, что не хватает саппорта Либо просто Эмберспирит станет четверкой Спектрак керри Дисраптор пятерка Ну и осталось либо оффлейнера добрать Либо саппорта, не знаю Фронтлейн есть в виде самой спектры Было бы неплохо, конечно, еще кого-то взять Такого же формата Вот банят Кого им банить сейчас в команде GeekFam? Они сами, мне кажется, не совсем понимают Что соперник набрал Они банят Урсу Они считают, что керри не хватает Да, наверное, правы Все-таки Мирана керри это очень слабо Этот герой на керри позиции Сейчас не работает Он, конечно, может там разок победить Но Это все очень посредственно И бан Шейкера Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Дум Дум для GeekFam Опять же, выводов по линиям делать пока не буду Потому что Дум может С порта встать вообще легко Может встать в оффлейн Даже в мид при желании Здесь, правда, есть мидеры поинтереснее Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд И табе И табе Ну, как же без него Интересно Сегодня посмотрим хоть одну игру В которой не будет Террор Блейда Я бы посмотрел С удовольствием Так, ну и надо смотреть Кто кого набирает У команды GeekFam Чтобы по линиям Немного понять Рэйвен Ага Четверка Эмбер Спирит Пятерка Дисраптор Ну что, ку-ку на ком Ку-ку на думе И медовая Queen of Pain Как-то так Как-то так Ну, а Меркл сыграет на ТБ Ну и самое забавное, что это Медовая 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 Спирит От In Your Dream Оффлайн Марс Саппорт Саппорт Мирана Саппорт Оракл Медовый Эрспирит В последний раз Я такое видел Против Бруды В Северной Америке Брали Где-то еще брали Против Бруды Эрспирита Не помню На ком играл Вернее, против кого Играл Тобсон Бруда там была или нет Он тоже практиковал такое Недавно На одной из лиг И в Северной Америке Против Энви Брали Квинси Крю себе Эрспирита Против Бруды Он там Бруду, кстати, победил Он очень много Зафармил пауков По деньгам Хорошо шел Сборка у него там Была интересная Через Рейдинс Шиву Еще там что-то было БКБ Но Насколько он здесь Будет актуален Я не знаю Это очень забавно Это очень любопытно Но на деле Надо смотреть Все-таки Вариант нестандартный Ну топорик взял В мид пошел Почему нет? Поехали смотреть У нас уже Две карты прошло У нас задержка Уже в час Какие же тут Долгие паузы Вот это Не может радовать Безусловно А еще целых Четыре карты Играть Тут можно Вместо Шести Семичасового дня Часов на десять Задержаться С другой стороны А какую доту еще Сегодня смотреть? Дота пит идет Сегодня? Китайский Идет Ну там один матч Так что Какую доту еще Смотреть Кроме Азиатской У нас здесь Просыпаемся Подключаемся Может быть Кто-то даже Наслаждаться будет Честно Первая серия Меня не особо Порадовала Именно с точки зрения Ну какой-то красоты Проявления Великого скилла Просто такая Средняя Азиатская Дота Начало одни Других Отпинали Потом Те победили В общем Средничковые Были игры У этой игры Есть шанс Быть гораздо ярче Красивее Просто из-за драфтов Просто из-за наличия Вот этого медового Эрспирита Персонаж Всегда считался Такой полноценной Четверкой Как-то его Не могли Сместить Куда-либо Сейчас начали Практиковать В центре По талантам Интересно Что он себе Будет брать Так Тем временем На спектру Напали Копье Стрела Пытаются затыкать Рэйвен Первый левел Рэйвена Убивают Полсон фраг Зарабатывает Отличное Начало От Тиван В самом начале Убить спектру Это круто То есть Телепорт Естественно Сейчас вернется На линию Но вот Первую пачку Забрать уже Не получится И по-прежнему Трипла стоит ТБ там Не могу даже сказать Что терпит Ну вот кстати Дум Один из тех героев Который тоже Способен Здесь ТБ Спокойно переигрывать Как мне кажется Добивать крипов Против ТБ Не очень удобно У него там Анимация поприятнее Ну думаю Много атаки Он вот так С землей просто Набегает И избивает От ТБ Тут можно будет Даже меч вкачать Разочек Например В мили подходить Постоянно Харасть От ТБ Ну я всегда Голосую за Девауэр Особенно если Не планируется Каких-то разменов Или линия Не там 2 на 2 3 на 3 Потому что так У тебя есть фармежка Тем временем Посмотрите Что делает Эр Спирит С Квин оф Пейн Он просто ее избивает Там вынужденно Тратить фласку 11 на 1 Крипстат Хорошее начало И 2-0 Веду Т1 Миракл прожал Наконец-то форму Куку левел 3 Девауэр в 2 Вот Так мне очень нравится Когда делают Куку просто нажимает Землю И хочет он Таким образом Не подпускать Миракла Даже крипам Под метаморфозой У него не получится Наверное Миракл просто с рейнджи Будет добивать что-то Хотя вот она Заканчивается форма И все И теперь Дум Снова король на линии Имбер Спирит Ему здесь даже Не особо пока что нужен Он скорее так Как подстраховка Просто помешать Ораклу Чтобы тот Соответственно Не мешал Думу Погонять его Сапог тем более Есть для этого В миде Квин оф Пейн Выравнивает Свои положения Окей Просто дерется Реген еще есть Тратит Это был последний И на боттл Там пока денег Даже близко не хватает Курьер вообще Только на базу идет Эр Спирит За счет этого Сейчас может Выйти вперед Если не по крипстату То просто по деньгам Потому что он на расходники Поменьше тратит И А нет Не поменьше Он тоже себе их несет Окей Спектра После смерти В самом начале Потихонечку Начинает Возвращаться Добивает Каких-то крипов Каких может Идеального крипстата Здесь быть Не должно Это такая линия Которая не особо-то Вдвоем способна Прямо Эту спектру напрягать У него очень хороший Реген Просто Сейчас Реген 6 единиц В секунду Просто 6 Без каких-то Дополнительных Там Покупок Без колеечек Нажмет Танго Будет еще Больше Реген Тем временем Ку-ку Земля в 2 Дивауэр в 2 Пока играет Без Блейда Нападение на ку-ку Ку-ку выжил Миракл Сражается еще И с Зефиром Тут тоже Без шансов Как-то нападать Сейчас на Миракла Но он Просто очень много урона Несет он скорее всего Вас передамажит А Зефир вообще Сейчас должен погибать Последний удар буквально Ну и есть фраг Для Кари команды Т1 Еще и Дум Погиб Тут загангал Ингедрим Убирает себе Баунтируны И возвращается в центр И скоро будет Уметь левел 6 Интересно мне сборка Эр Спирита Будет ли это Радианс Здесь Либо что-то другое Придумает Пошел за еще одной руной Герой относительно Мобильный Поэтому может Вот так Забегать Если что В лес Для того Чтобы руну собрать Это просто Дополнительные ресурсы ХП мана Так Так Ингедрим Имеет левел 6 Подрубает Ультимейт И Коин оф Пейнт Здесь не уходит Блинк уже потрачен Классно ворвался Хорошая стрела И есть фраг на митере Сейчас Надо догонять Потихонечку Ингедрим Своего оппонента По Крипстату По фарму Он И так ведет Вообще Урадион Конечно Гораздо лучше фарм Только Дум За счет Деваура Держится А здесь Еще одно Убийство Будет Минус Зефир Иммер спириту Тяжело Пока Он 6 левел Не получит Как-то выживать Он не мобильный Абсолютно Он еще и Флеймгард Максит Контроля у него Нет пока Вся надежда Вот на эту Подругу Только Рейвен На спектре Может победить Спектра Она такая Она лейт тащит Но я не уверен Что она прям На 100% Тащит его Против ТБ Многое будет Зависеть От каких-то Сторонних вещей Дум неплохо Закрывает Респирита Неплохо Закрывает Самого ТБ Теперь же интересно Посмотреть Что Мирикл Соберет В плане Билда Посмотрите У него уже По-другому Сборка У него нет Трех Рейсбэндов Плюс ПТ Мирана Стягивается вниз Здесь можно Икспу Получить Пятый левел Уже Шестой левел Укуку Он кстати Может просто Ультануть Сейчас в Мирану Нажать землю И сжечь ее Не стал Тратить пока Ультимейт Да и не видел Ее толком Две тысячи Ведут уже Тиуан Вот такая Достаточно Однокалиточная Какая-то игра На старте Если одна команда В доту играет Убивает Зарабатывает деньги Фармит Хорошо Вторая команда Занимается Исключительно Фармежкой У них Старт не удался И приходится Теперь играть Как-то от защиты С думом Не хочется играть От защиты С думом Хочется набегать Наоборот На соперника Хочется драться Мирана Там уже Третью или четвертую Стрелу кидает В ранджевика Снизу Форева Стандартная Сборка Есть фейз Есть селл ринг Пока Также не было Подключения От марса С ареной Куда-то На самом деле Ему подключаться Не обязательно Ему достаточно Просто Поставить арену Пригвоздить Спектру И она умрет Потому что Эрспирит рядом Урона Очень много Успеют Выписать Есть вероятность Что ганг Просто не состоится Барабаны Будут У Миракла Это интересно Очень Тб Это такой Герой На котором Ну хочется Просто максимально Мощные вещи Покупать Сразу же То есть он там Покупает Словно Сию Или манту Сразу Не из дорогих Составляющих Барабаны Предмет Не самый дешевый Как промежуточный Артефакт Барабаны Ну не выглядят Прям круто Особенно если он Подключаться Не будет к дракам Так Джо Кэм Берет себе Руну Два Дисраптора Который тоже На руну Выдвигался Даже арену На него Потратили Где Дрим Уже в центре А ну Весел Все-таки Весел Так Ворвался Один Толпу Мирана Рядышком Сайленс На эмбера Эмбер Четвертого Левела До сих пор 11 минут Пошла Но ее Дрим В итоге Погибает Квин оф Пейн С ним Разбирается Ну и Кей уйдет В итоге Один в один При этом Мидера Потеряли Тиван Ну все Они уже Даже 2000 Не ведут Там Дум Начинает Отрываться От всех Вот в таком Пассивном фарме Дум Конечно Король Он с Четвертым Дивауром Просто Кайфует Ну как Можно быстрее Левел Надо получать Возьмет Себе 15 Когда-нибудь Возьмет Левый Талант И Формежка Будет Прям Дикой А сейчас У него 2600 И очень Интересно Что он Планирует Себе Брать Тут На самом деле Даже Радианс Какой-то Можем От него Дождаться При Желании Пытается Уйти И Не Успевает Копье Хорошо Использует Пареф Вовремя Самое Главное Минус Дум Но два Их убили Сейчас Иван Здорово Вышли Снова То же самое Происходило Только что Три героя Вслед за думом Там Посмотрите Спектра Подбирается И Квиннов Пейнт Хорошо До этого Отыграла Убила Не погибла Попытка Запушить Вышку С катапультой Все правильно Там Кстати Будет Орчит То есть Это еще Один Сайленс Дум Плюс Орчит Делите Цели И спокойно Выключайте Из драки Тут Выключить Какого-то Марса Не дать ему Арену Поставить Или Эрспирита Особенно Или опять же ТБ Не дать Сандр Нажать Много Вариантов Да тут Даже Оракла Можно просто Выключать Сайленсом Чтоб тот Не сейвил ТБ Я думаю Найдут Применение Ребята Из Гикфам Так Левел В 13 Минуте Выходит Тиан Бить Т1 Вышку На топе Спокойно Ее ломают Под метаморфозом Метаморфоза Сейчас закончится Доминатор Спектры Доминатор Как артефакт Он просто Заменил Некрачей Сейчас собирают Доминатор Все кому не лень Опять же На кэри берут На оффлейнерах Берут И рано тем временем Находят Убивают Толпой Не Понятие Быстро-азиатская Дота Такое чувство Что в последнее Время Не существует Обратил внимание Что в Китае Как-то Гораздо лучше Команды Заканчивают Игры Если у них Есть преимущество Там бывают Прям такие развалы За Считанные минуты Если кто-то Ведет Там 5000 Одну драку Проводят Игру заканчивают Это может быть Не знаю 22-25 минута Здесь В Азии Прям любят Пассивно Пофармить Есть фраг Нембер спирити На топе То есть ТБ против спектры Вот что такое ТБ против спектры Это 4 героя С одной стороны 4 героя С другой стороны Играют в доту А 2 героя Играют в рпг Иногда Спектра Еще ультимейт Нажимает ТБ иногда Нажимает Метаморфоз И они выходят Один бить вышки Другая там Могут раки Подключаться Но это Все так редко Происходит В основном Это просто Фармежка Полчаса В надежде Что вот Наш лейт Сильнее Я не могу Утверждать Чей здесь Лейт Сильнее Наверное В совокупности Если на всех Героев смотреть Да В поздней игре Где-то То мне наверное Пик справа Нравится Побольше Немного Как минимум Потому что Дум может быть Очень сильным Кор-героем При правильной Сборки В той или иной Ситуации Queen of Pain Как-то выглядит Внушительнее Чем Эрспирит Пока Непонятно За счет чего Эрспирит Должен стать Там Суперполезным Смида Эрспирит Эрспирит Получает Сайленс Не уходит Арена На него Потратим Ну и все Драться Даже необязательно Сейчас Дайер Они могут Спокойно Отойти Queen of Pain Там В инвизит Ну вообще Где-то сверху Думаю Есть блинк Тоже Если будет Пассивная Фармешка То этот блинк Можно было Купить Гораздо Позже Купить Что-то Промежуточное Просто Сильный Артефакт Какой-то Который Параллельно Еще и Скорость Фарма Увеличу Потому что Если Драк Не будет То Этот блинк Просто Будет Мертвым Грузом Лежать На протяжении Какого-то Времени В надежде Что Когда-нибудь Дум В одну Цель Все-таки Прыгнет Выключит Ее И этот Блинк Будет Оправдан Возвращают Оракла Стрела Попадает Спектру Копье Оракла Конечно Не отпускают Пятером Пришли Гикфам Убили Героя Саппорта Пятой Позиции Все Писот Закончился Миракл Продолжает Фармить У него Уже Есть Си Минусы Такой Сборки Через Барабаны А не Третий Рейсбен Как мне Кажется Просто В цене Понятно Что барабаны Дают Гораздо Больше И самое Главное Там есть Активный Эффект Когда он Будет Прожимать К моменту Когда Продавать Уже Придется Благо Там Пара Рейсбендов Есть Которые Продаст Он Пораньше Просто Интересно Когда АТБ Будет Вместе С командой Когда он Эти Барабаны Нажмет 12-3 И вот Мы уже Ушли От показателя Фраг В минуту Плюс Чат Если ТБ Достал За неделю Просто Как герой Вот так Много Что-то И Геймплей С ним Ну Просто Слишком Однообразный Вот Одно И то Ж Из Игр В Игр ТБ Берет Себе Перчатку Там ПТ Два Рейсбенда Три Рейсбенда И уходит В лес И все Мы про него Забываем На полчаса Он выходит Всех Побеждает Ну Либо Его Один раз Убивают И игра Проиграна В Китае Один день Тогда Работал И там ТБ В каждой Игре Здесь Три игры Подряд Дайр В лучшей Позиции Изначально Находились Правда Теперь Queen of Pain Без блинка Осталось Ее там Кстати Цепляют Тут еще И Дума Избивают По-моему Теперь Дайр В позиции Неплохое Нужно Уходить И не факт Что уйдут Все Дистратор Попытался Становить Не получилось Эрспирит Вроде как Эмбера Хотя нет Вы знаете Добьет Или нет Нет Нормально Хватает Жизни Тюан Выигрывают Эту стычку Опять Без фрагов Хотя бы Вышку Заберут В доту Можно Выигрывать Еще и так Не обязательно Кого-то убивать Можно просто Ломать Строение И победа Райно или поздно Будет Засчитана Всего-то Еще Даний Несколько Снести Тут Диффуза Скоро будут Монтостайл Попозже У Спектры Конечно Скорость фарма В разы медленнее Сейчас Чем у ТБ Он Как-то Больше Способен За счет Иллюзии Точек Чистить Одновременно Либо Где-то На линию Иллюзии Выпускать Тем временем Думал Ловят В центре Очередная Арена В одну цель Хорошее Убийство Вопросов Нет Молодцы Тиан Они Хотя бы Пытаются Согласитесь Тиан Как минимум В этом плане Играют Гораздо Интереснее Чем Гигфам Я не могу Сказать Что у них Абсолютно Пассивный Пик Я просто Не вижу Полезность Дума Который С позиции Силы Не попробовал Сыграть Не попробовал Там Поубивать Людей Пожечь их Землей Снова Берется Левый Талант Все чаще И чаще Я вижу Что левый Талант На Дум Берется Когда Дум Был популярен В основном Все брали Правый Талант На урон Так Попытка Убить Марса Просто Вьюл Себя поднял И бежать Земля уже Копьем Подальше Дума Отбросили Так Дум нажал Барабаны Вора Кладал Ультимейт В итоге Марса Потеряют Остальным Нужно просто Уйти Если получится Видимо Не получится Потому что Есть хаунд И вот оно Наконец-то Хорошее Первое действие Гигфам Полчаса Ой Полчаса 20 минут Пришлось подождать Минус 3 Они столько же фрагов Сделали за первые 20 минут Рошана не осилят По крайней мере Быстро Говорят Долго его можно Но В этом нет Никакого смысла Всегда успеют Соперники подойти Возродиться Даже Нет там чего-то Что может позволить Быстро убить Рошана Не медальки Ничего Рейвен Дальше Монтостайл 15 левел Получил ТБ Сатаник Будет Просто Сия Сатаник Максимально Прочный Урона Будет хватать Там Метаморфоза Если что Есть Зато Насколько Дольше Он будет Жить Зато Он перестанет Бояться Про каста Queen of Pain Потому что Всегда нажмет После него Сатаник И Все будет хорошо А там тем временем Дум мог попасть Под атаку И все-таки Ловят его Не знаю Цель-то не самая простая Там и арена Ставится Нет смотрите Иду до конца за ними Метаморфоз нажали Убили Здорово получилось Минус Дум Где-то далеко Под Т2 Вышкой Метаморфоза Прожата Значит Ага Ага Вот такие Стрелы У нас Попадают Красавчик Джекэм Это было Круто Бриспирита Еще убили Это говорит о чем О том что Ти-1 Сейчас за счет Пары киллов Ломают Т2 Вышку Захватывают Вражеский Аванпост Подбирают Дабл дэмэдж Подбирают Ведь И может быть Сюда сворачивают Хоть и форма УТБ Заканчивается Я думаю Что попробовать Можно Спектра До сих пор Без монты Хаунд Так Ну тут Полосон Нашли Полосон Легкий фраг Тут даже Марс Может отправиться Там Людмой Дисраптор Кстати Здорово Здорово ТБ Можно убить ТБ Соник Вейв Классно И дальше Прыгает Дум Вот они Гигфам Наконец-то Включились Два подряд Хороших Выпада Которым Тюван Оказались Не готовы Вот опять Проблема ТБ Всплывает Каждый раз Когда Он оказывается Без формы Если вдруг Какая-то драка И он без метаморфоза Команда Даже драться По-человечески Не может ТБ просто Слаб Без метаморфоза Это не герой Спектра Без хаунта Драться может ТБ драться Просто может Но его кайтить Очень легко Там есть герои Которые очень быстро Перемещаются Есть герои С эскейпами ТБ за ним Не успевает Он же Очень медленный Мирана Очень нагло И почти Почти получилось Но теперь надо погибать Получает Сайленс Минус Размен на Дума Ну и Квин оф Пейн Квин оф Пейн С Аегисом Просто уходит на блинке Дальше будет погоня Терспирита Очень хочется И хорошо Как прыгает Фареф Фареф батя Фареф Мало того Что с блинком Так еще и копьем Как четко попало Дальше Квин оф Пейн Просто нажимает БКБ И уходит Интересно А можно было Сохранить Аегис Если бы Нажал БКБ Во время Врыва Марса Два в один Но при этом Аегис Достался Дайр Который они Сразу же потеряли Плохо это? Я думаю да То есть Эпизод полностью За командой Тиан Хоть и проигрывают Они до сих пор Я думаю что Преимущество Даже в 10 тысяч Здесь конкретно Вообще На многое повлиять Не может Очень многое будет Зависеть от позиционки Очень многое будет Зависеть от того Кто на кого нападает В кого полетит Дум Полетит ли вообще Дум А то бывает так Что Дума Могут и убить Например до ультимейта Он так долго Замахивается Чтобы его повесить Сатаник есть У ТБ У Спектры Есть Диффузоманта Крепыш Там бабочку Себе возьмет Талант Можно например На 20 Правый придумать А можно и не придумывать Можно взять левый Там как почувствует Вот есть да Ощущение Что Эрспирид Не так полезен Как хотелось бы По крайней мере Смотришь на его КДА Кажется очень хорошо Но отсутствие Каких-то вещей Которые могут Повлиять на исход файта Немного пугает У него с экономикой Беда полная Там 10 тысяч всего Проигрывает всем Трем вражеским корам Я про Марса молчу Этот герой в принципе Почти всегда всем Проигрывает по фарму Даже в Китае Где этого персонажа Используют лучше Чем где-либо еще в мире Копьем Не получилось пригвоздить Ну и снова Ситуация Когда ТБ форму Уже нажал Соответственно С этой формой Он очень хочет Пойти дальше Он хочет напасть Он хочет подраться Гигфам Не обязательно Сражаться вообще Они могут спокойно Это дело Переждать И потом уже Совершить свою вылазку Где-то под смоками Они уже нажали Да или нет Мне показалось Что нажал смок А нет Вот он Сканирование Верхнюю башню сил света Атакую Как гигфам В смоках Планирует куда-то выйти Очень напряженный момент Ну и все Все разбежались Опять без драк Репейр кит Находят Дайр Я даже не знаю Кому здесь выгоднее Репейр кит иметь Те и другие В целом Пушат не особо быстро Ну слева Наверное Пик Пушит чуть Побыстрее За счет ТБ Опять Затишье Ждем на экстра Шана Четыре минуты Можно позаниматься Своими делами Я думаю Чаек налить Хотя я не знаю Вообще реально сейчас Чай пить Тридцати пятиградусную Жару Или только мне не везет Я думаю Те кто Живут на Урале Понимают О чем я Говорят В Москве тоже Очень Жарко А может что-то путаю Не знаю Ну у нас тут просто Выгоднее из дома Не выходить Причем желательно Чтобы у вас был Кондиционер А то и два А на балкон Лучше не высовываться Есть вероятность Там и остаться Крагикот Кстати Прекрасная вещь Вот Не знаю даже кому Она может достаться Тут много героев Которым подойдет Пока умираны Итб начинает бить Т3 Как-то очень нагленько Вальяжно Заходят Тиван Никого не боятся Сейчас прыгает Дум Просто Так А думаю Ультимойт не стал Да на ТБ вешать Я правильно понял Я если честно Этого ждал В первую очередь Потому что формы То не было у ТБ То ли помешали То ли что Но сейчас ТБ просто Нажимает метаморфозу Начинает рушить Т3 Есть хаунд У спектры Придется лететь Ну со второго-то Раза Дум повесим Там Марс первым прыгает Минус Эмбер спирит А что делает Гикфам А чего они боятся Сатани Калибарда Поэтому не ворвались В него Не знаю Ну вот он Хаунд Наконец-то И пауза Очень своевременная Прям лучшая В мире Причем Ставит героя У которого нет Байбека Который мертвый Могли бы и повоевать Его все равно не будет Ну ладно Это тоже инфа Своеобразная Для Тиуан Что Героя нет Байбека Так Давайте резко Попробуем решить Что сейчас будет Дум повешен А в кого Я не вижу в кого А Ну вот так Ну правильно Все Вопросов нет Повесили веру спирита У которого Все скиллы не в КД То есть он уже Их не нажмет В самое ближайшее время При этом он Сам успел нажать БКБ Ну по крайней мере Кастовать ничего не будет И вот здесь вопрос А силе от ли ТБ Кто его будет бить Его будет бить Рейвен Его будет бить Карл Я не знаю Хватит им в двоем урона Или нет Нужен кто-то еще Там сейчас наверняка Пойдет какой-то Дум в ту сторону Втроем Вчетвером Тут еще Вайтмон бьет А Тут есть Статик Шторм Да Тут нет БКБ Ну учитывая Что команда Несколько далеко Не знаю Тут сложно Прогноз делать какой-то Короче Если Гигфам Убивают ТБ То они выигрывают Драку Если ТБ Каким-то образом Сейчас просто разваливает Всех с Монтой С Сатаником Алибардой Он сейчас может Выключить например Спик Тру Алибардой Там у Той ничего нет Монта уже прожата Я понимаю Недовольство Мерекла Который прям в эпицентре файта Который в окружении Там трех-четырех героев И Ставится вот такая пауза Погнали Так ТБ ТБ, ТБ, ТБ Надо жить Живет Сатаник нажал Алибарду не нажал Монту не нажал Выигрывают Как-то Драку спокойно Тиван И Расперец сейчас Все переждал Копье классное Какое в кей И минус кей Нет, не минус Живет, успел Как же так Урона не хватило На ровном месте По-моему Гигфам сейчас теряет линию Вот просто на ровном месте Ничто не предвещало беды По-моему Главная ошибка была В моменте Когда Дум прыгнул И не повесил Ультимейт на ТБ Я конечно Не уверен Что они его бы убили Ну Хотя бы Попробовали бы Просто если и дальше Так будет происходить Ну Тиван просто дождут Следующую форму Пойду то же самое сделаю Очень странный эпизод Особенно странно Было видеть То что делают Гигфам Как-то они На кого не навалились ТБ Уже оселить не получается Быстро И сейчас Скади будет Аскади Это Дополнительная выживаемость ТБ прям очень статовый Очень плотный получается Мне нравится Опять спасибо Год Кингу За то что придумал сборку Мне нравится Как он собирается Мне не нравится Сам ТБ Вот что-то много Как-то в последнее время Многих героев Было много Там на закате Того патча Кин оф Пейн В каждой игре Было Имбер Спириты Были Ликаны Были Хотя бы по-разному Использовали Квапа на разные линии Ходил Имбер Спирит Тоже любую позицию Занимал Билды на нем Тоже разные А ТБ ведь Геймплей не меняется На нем Не знаю Последние Сколько лет Всегда Ты купил себе Пару базовых вещей Ушел в лес На полчаса Вышел Всех победил Ну или тебя победили Там разницы Особо нет Что у клапки кстати Линка еще есть Да куча Так Ну и Рошан Кстати Через минуту Так Дум пошел Тут много людей Тут арена в ответ ставится Можно Вайтмоном Быстро убивать Вайтмон Ир Спирита Надо просто Ультовать Он пока ульт не нажимает Там Хаунд пошел Оракл до сих пор живет Мирана тоже пытается Зафокусить Оракл до сих пор живет Много внимания ему уделяют Может быть Кого-то другого начать бить Там ТБ в ответ Разваливает людей Стрела Никуда Амирана теперь остается Сайленс получает Тут Миракл Вот он Миракл Ему надо просто бить Просто бить Дайте ему бить кого-нибудь Пока не может бить Там люди у Радиант погибают ТБ не может никого бить Он ни до кого не дотягивается Его кайтят Сейчас форма закончится Втроем остается за счет Байбака Оракл и Радиант Гифам Плюс проводят файт Форма Скоро закончится Дубль 2 будет от Гифам Они-то могут Они не так сильно от формы зависят Ну вообще от какой-то способности Да там приятные иметь Хаунт и Дум И Соник Вейв Но и без них герои достаточно боевые Все-таки будет Аганим у Дума Аганим классно Читовая КД Да Блэйда 4 секунды Прям совсем здорово Правда пассивок Каких-то сильных нет Против Спектры Например Даганим бы На Думе смотрелся круто Против Бристалбеков ДК Тэкхантеров Всех героев Которые За счет пассивок Сильны Так Стрела В Рошана Гифам Неужели отдадут На ровном месте Нет Гифам Вот они не хуже играют В Доту Чем команда Тиван Может быть они где-то Даже лучше играют В Доту Но не такие подарки Делают на ровном месте Тиван даже стараться Не надо Нет Все-таки Рошан Пока живет И хотят Гифам Подраться Там арена Поставлена Марсом Дальше он получает Ультимейт Дисраптора Пасает себя Юлом И Куку сражается Куку нажимает БКБ Чтобы выжить А вот и Хаунд Пошел А вот и Хаунд Оракл после байбека Минус Эр Спирит Тоже минус 2 в 0 Гифам Файт Начинают выигрывать Стрела Попадает Классная И это минус Квин оф Пейн В ответ 90 секунд ТБ это осилить Пока не могут ТБ слишком крут Байбек Эр Спирита ТБ просто очень хочет Забрать себе Аегис Форма К тому же появится Сейчас Тогда-то ее не было Весь файт Сейчас она появляется Драка там сколько Во сколько 2 в 1 Байбек потрачен Т1 Ну что Гифам Успеют Успеют в этот раз Эмбер Спирит Попрыгал Мирокл достается Аегис Ментально умрет Эмбер Спирит Так А тут еще Одна жертва Ой какая жертва Господи Дисраптор же не там Ну ладно Вот она жертва Убивают Убивают И теперь В большинстве Саегиса Просто добраться До центральной линии Учитывая что Наверху Крепы идут Нет Они хотят Перехватить героя Это тоже круто Правда Куку нажимает БКБ И улетает Успел Все вовремя сделал Но Тиван Не расслабляться Надо идти И заканчивать карту Просто в большинстве Ну хотя бы Я не знаю По экономике Сравняться По экономике Это проигрывают Шестеру Но при этом Мудряются как-то Лидировать по линиям Могут снести вторую Вполне могут Тб сейчас подойдет Дум А Куку сейчас Так ошибся Если бы Копье было точным То он бы точно умер Даже несмотря На отсутствие Хорошего копья Он все равно погибает Отвратительный Заход от Дума Без БКБ Он сразу же Вынужден выкупаться Вот тут неплохой Литиматит Дисраптора Кмин оф Пейнт Тут даже Но одного спасает Оракл Второй сам по себе Просто не умирает Никогда в жизни Миракл С метаморфозой Стоит Настреливает Вот репейркит Пригодился Обороняться нужно Тб просто толкают Подальше И он там Начинает сражаться Сандр есть Не дают нажать Сандр есть Аегис Но теперь без метаморфоза Ой-ой-ой-ой Минус Тб походу Было легко И дальше Хаун Дальше Погоню Минус Мирана Следующий In your dream Тоже должен Пытаться уходить Отсюда Оракла догнали Убили In your dream Тоже минус Азиатская дота Вообще Забейте На предикты Не пытайтесь Прогнозировать Азиатскую доту Т2 ломают Гигфа Им бы сейчас Кстати Восстановить Баланс По линиям В ответ Хотя бы одну Забрать Учитывая Что нет Тб Учитывая Что Нет Мирспирита Можно заходить Что-то ломать Копье Спектрон Квапье То одни То другие Умирают И в прошлой серии Такое же Было Ну что Дальше Помиду Квапы Нет Вайбэк Не знаем Есть Нет Надо идти Ломать Выкупиться Надо будет Отступить Скорее всего Отступят Не все Ну кстати Вот Что может Сильно Повлиять Это Дабл дэмэдж На Миракле Урон Действительно Серьезный Осталось Только Бить Осталось Только Бить Пять сотен Дэмэджа Криты Есть Ну вот так Можно его контролить Минус Квин оф пейн Не выкупается Это вторая линия А он выкупается Квин оф пейн Дум повешен Дум повешен На Марса Вообще В этот раз Но цель попроще Его просто можно взять И убить Хороший соник вейв Минус 2 ТБ сражается Один против всех Ку-ку Я леживой Ку-ку отступает Ку-ку пытается уйти Ку-ку Походу выживет И ТБ просто Один против всех Его сейчас надо Просто кайтить Нет Марс выкупился Он очень хочет Вернуться в драку Помочь своему Тиммейту Саппорта тоже Мир Спирит тоже рядом Мирана тоже рядом 4 в 5 4 в 5 ТБ Зефир зачем-то подошел И ТБ там настреливает Очень здорово Минус Мир Спирит Следующий Дисрап Тоже легкий фраг Дум там далеко Ворвался в Мирану У Мирана Слабый герой Его можно На него можно забить А вот ТБ Сильный герой Его нужно убивать Обязательно Забивают телепорт И Миракл Тоже погибнет Я говорю Тут невозможно Снести И не потерять людей Дальше Фареф Он после байбэка Фареф Ну как же так Минус фареф И теперь гигфам По миду Теперь же у них героев Больше Теперь же надо врагов На байбэк проверять Ну у них есть инфа Безусловно О том что Байбэка нет У Марса А вот насчет ТБ Они будут Немного в шоке Что у такого персонажа Такого богатого Почему-то К сороковой минуте Байбэка не оказалось А значит Есть почти 50 секунд Чтобы Ну ладно Снести вторую линию Может трон реально побить Ну 30 секунд Они походу догадываются Что там нет байбэка Там тем более Дейдалус был куплен В последнем эпизоде На Мирану так ворвались Ее сразу же Оракл сейвит Может забить на Мирану Гигфам бьют Т4 Байбэк от Мираны Витьма этого Оракла Не осталось Ну и просто в трон Гигфам должны заканчивать Сейчас карту Нет Трон они пока не бьют Бьют героев Правда Сами чуть не потеряли Одного Минусер Спирит Нет Это похоже на конечную Тут ТБ1 Не вывезет Как бы он не старался Не вывезет же Нет Нет Гудгейм 1-0 Пользу Гигфам Молодцы Молодцы Затерпели Несмотря на отсутствие Стороны В самом начале Я говорил что Чуть побольше Мне их драфт нравится Из-за опять же Просто исполнения Из-за того что там герои Стандартные какие-то В отличие от Медовых Спиритов Он действительно Был не очень крут Как не крут Был и Нет Марс был хорош К Марсу наверное Ноль вопросов РФ там молодец Он Здорово Постоянно врывался Копиями откидывался С фармешкой плохо У Марс Но это герой Такой там Реально тяжело Держаться на уровне Всю игру Ну что ж 1-0 В пользу Гигфам Уйдем на перерыв Будем ждать вторую карту Опять пауза Минут 10-15 И продолжим Субтитры сделал DimaTorzok